Так, ну и это еще не все. Также я заказала ряд гелей на Яндекс.Маркет. Если быть более точной, четыре. И все они одного бренда, Делике. Делике это бренд, который хорошо представлен в сети магазинов Улыбка и Радуга. У нас, к сожалению, в Воронеже такой сети нет, поэтому я довольствуюсь периодическими заказами на Marketplace. Но, к сожалению, многие недобросовестные, на мой взгляд, продавцы этим пользуются. Что не настолько широко представлен этот бренд. И ведь винтят цены, как хотят. Порой там гель, его цена достигает 600 рублей, 700 рублей. Вот сейчас жидкое мыло от Делике с бананом. Оно у меня, кстати, есть в запасах. Удалось мне его прикупить по адекватной цене. Так вот, по-моему, как раз уже на Яндекс.Маркет оно стоит 300 с лишним рублей. Ну, куда? Я прекрасно понимаю, что оно столько не стоит ни по упаковке, ни по аромату, ни по консистенции. Можно добавить 30 рублей и заказать мыло итальянского производства, которое будет гораздо более роскошным во всех смыслах. Тоже тезори, да, ренты, да. Оно примерно столько стоит. 340 рублей или 360. Поэтому, конечно, я обрадовалась, когда в марте месяце увидела очень выгодные ценники на Делике на Яндекс.Маркет. И поэтому прикупила прям ряд продуктов. Во-первых, это два геля из линейки Бонжур Пари с макаронами, да. Во-первых, это чёрная смородина. Стоил он всего 97 рублей. Красивый фиолетовый оттенок. Аромат, на мой взгляд, в какой-то степени копирует чёрную смородину от чистой линии. Да, это аромат чёрно-смородинового листа. Может быть, чуть-чуть послаще, чем у чистой линии, а так практически идентично. Следующий гель – это уже медовая дынька. И он был ещё дешевле, всего 87 рублей. Здесь, собственно, и в цвете медовая дынька, да, и в аромате тоже самое. Очень сладкий, медовый, дынный, приятный. Да, мне нравится. Также я очень рада, что прикупила гель, за которым давно охотилась, из линейки йогурты. Это фисташковое мороженое. Как раз вот он обычно на Вайлбере стоит где-то 500-600 рублей. И никак не хотят на него цену сбивать. Так вот, мне на Яндекс.Маркет он обошёлся в 191 рубль. И я считаю, что это замечательно. Крем-гелевая текстура с фисташковым оттенком. И это просто бесподобный аромат. Это реально йогурт с фисташкой. Такие кисломолочные, сливочные нотки. Фисташка. Да, вот Данисима с фисташкой, я помню, очень похожа. Класс, вообще обалденно. И это противопоказано тем, кто сидит на диете. Потому что вот реально вдохнула и захотелось пойти найти что-нибудь вкусное и сладкое у себя на кухне и съесть. Но особый восторг у меня вызвал следующий гель. Это уже линейка называется Десерт. Тоже там несколько гелей в этой линейке. Я выбрала пончики. Но, девочки, это не совсем пончики. Я тебе покажу текстуру. Опять же, такая крем-гелевая с желтоватым оттенком. Это аромат вареной сгущенки. Ой, не просто сгущенки, а еще с кисломолочным оттенком. На Пасху я делала Пасху творожную. И как раз в этот раз взяла рецепт с вареной сгущенкой. Состав довольно прост. Творог, сметана, по-моему, еще взбитые сливки я добавляла и вареную сгущенку. Вот если бы я не знала, что это гель, мне бы завязали глаза и поднесли к носу, я бы сказала, что так пахнет моя Пасха. Творожная с вареной сгущенкой. Класс. Вообще это обалденно. И стоил этот гель 221 рубль, что я считаю очень даже неплохо. За объем 400 мл. Обалденная штука, девчонки. Если не пробовали, от души советую. Ну, если, конечно, вам нравятся гели с такими гурманскими. Ароматами. Так, и это были все гели. Давайте двигаться далее. Жидкое мыло. Фаберлик я заказала очередной флакончик из линейки Бьюти Кафе. Банановый мусс. Классный аромат. Максимально приближенный к натуральному банану. Ну, и также мне нравятся упаковочки. Компактные, приятные. Варифлейм. Я дозаказала мыло из линейки Essence & Co. Которое вышло в новинках не так давно. Это слива Эмирт. Ну, здесь уже премиальная упаковка вообще. И роскошное оформление. Также мне понравился аромат. Вот здесь мне сливы положили достаточно. Она такая кисло-сладкая, довольно насыщенная. И там уже на подложке, чуть дальше, когда начинаешь принюхиваться, чувствуется Мирт. В ТРЦ Максимир, что в Воронеже, открылся у нас бутик ГРАС. Где очень широко представлена и бытовая химия, их производство, и уходовая косметика. Я попала как раз на открытие. Там еще, по-моему, какую-то скидку давали. Думаю, дай куплю что-нибудь. И приобрела очередное мыло из парфюмированной линейки Милана. В данном случае Дип Грин с маслом Конопли. Два мыла из своих запасов я уже вывела из этой линейки. Честно, не особо я впечатлена. Потому что ожидала более яркого раскрытия, больше диффузности. Что будет на руках оставаться долгое время. Но раз уж пробовать линейку, то все. И вот мне как раз не хватало этого масла Конопли. Да, кстати, изменили они помпу. Раньше она была такая тонкая, как у предыдущих флакончиков. Но сейчас такая широкая, интересная. Обошлось оно мне в 204 рубля. Что касается аромата. Но это реально Конопля. Вот самое что ни на есть. Такая насыщенная. Ни с чем не спутаешь. Я сразу вспомнила Растаманов, которые у нас довольно часто гостили в подъезде на прошлом месте жительства. Так что вот так. На Яндекс.Маркет заказала я мыло от завода братьев Крестовниковых. Да, очередное мои запасы. И в данном случае это парфюм масло розы. Стоило оно 135 рублей. Неплохо. По аромату это масло болгарской розы. Такое откровенное, неприкрытое, но мне нравится. Ну и на Wildberries я также заказала два мыла. Во-первых, это Балеа. Лимитированная коллекция. С ароматом белого персика и цветков апельсина. Значит, за 500 миллилитров я отдала 241 рубль. По аромату я не чувствую цветов апельсина. Может быть они кроются где-то там дальше. И при контакте с водой себя покажут. Слышу белый персик. Или если говорить про обычный персик, то такой немного незрелый персик с зеленцой. Ну, в целом аромат приятный. Персики я люблю. И еще одно мыло, которое давно хотела попробовать. Это Lye 7 с ароматом корицы. 400 миллилитров. Стоили мне всего 276 рублей. Ну, кому-то может показаться дорого. 276, но обычно оно стоило гораздо дороже. А я давно на него смотрела. Кремгелевая текстура. Такого грязновато-коричневого цвета. По аромату для меня это не чистая корица. Это скорее чай с корицей. Или чай со специями. Да, и в том числе корица. Такая масла. Но интересно. На зимний период прям отлично пойдет. Это все, что касалось жидкого мыла. Скрабы. Хотела перейти к скрабам, но вспомнила, что не показала вам одно кусковое мыльце. Это Ariflame. Лимитированная их серия Springtime Stroll. Я не пользуюсь кусковым мылом. И брать бы его не стала. Но, чтобы приобрести по более выгодной цене гель для душа, насколько я помню, нужно было брать набор. Вот. Поэтому нравится, не нравится. Покупаю красавицу. Ну, в общем, себе оставлять не буду. А кому-нибудь презентую. Ну, а теперь, конечно же, скрабы. Я уже практически потеряла веру в скрабы от комплимент. Потому что, если по аромату еще более-менее, то в плане скрабирующих свойств все печально. Но все-таки продолжила свои эксперименты и заказала на Wildberries вот такой скраб для тела из новой линейки Экомания с кокосом. Активное похудение, обновление, разглаживание и сокращение целлюлита. База, насколько я вижу, крем-гелевая. Цена была 171 рубль. Аромат приятный, пахнет он кокосовой водой. Такой сладковато-свежий. И еще один скраб. Я давно на него смотрела. Точнее сказать, это Эксфолиант. И тут на него очень хорошо скинули ценник. Поэтому решила, дай возьму. Это ванильный латте. Моделирующий силуэт. Усиление кровообращения. Лимфотока. Стабилизация сосудистых стенок, капилляров. Вывод токсинов и обновление клеток. Обещания, конечно, прекрасные. Надеюсь, что аромат тоже будет замечательный. Стоил он 186 рублей. Я не ожидала такого объема. Здесь почти 500 миллилитров. Огромная такая баночка. Я думала, как органик шоп, скрабы примерно в таком формате будет. Гелевая база, насколько я вижу, но внушает оптимизм количества скрабирующих частиц. На первый взгляд, их довольно-таки много. Как видите, все это аккуратненько затянули в довольно плотную пленку. Вскрывать ее пока не планирую. Поэтому по поводу аромата вам ничего не готова сказать. Следующий скраб у меня, к сожалению, без коробочки. Пришлось ее выкинуть. И это царство ароматов. Скраб кофейный мусс. Во-первых, она в процессе транспортировки, возможно, она уже на складе была. Такое расклеилось по шву, развалилось фактически плюс. Испачкалось выделившимся маслом, видно по этикетке. Но все-таки я решила оставить сам скраб. Во-первых, он обошелся мне всего в 370 рублей. А так обычно 500 и не подходи. Опять же, срок годности мне показался оптимальный. Ну и интересно мне попробовать очередной скраб из этой серии. Так как предыдущий меня оставил просто в восторге с мускатным орехом. Давайте посмотрим на состав. Значит, сахар белый, масло оливковое, тростниковый сахар, масло миндальных косточек, масло ши, какао масло, мед, молотый кофе и эфирное масло нероли. Ну, как всегда, максимально натурально, как это присуще у нас крымской косметике. Ну и надеюсь, что по качеству он будет не хуже предыдущего. 400 грамм и хватает их на довольно длительное время. Еще один скраб, заказанный на Вальберес, это Шелковисто, натуральный шоколадный. Он уже стоил 250 рублей, 300 грамм. И действительно, скраб от Шелковисто именно на эту серию, потому что там их несколько, отличает максимально натуральный состав. Предыдущий у меня был с абрикосом, а точнее сказать, с курагой. Прям действительно в составе была такая распаренная курага и кусочки. Значит, здесь у нас какао-порошок 40%, сахар 40%, мед 10% и оливковое масло 10%. Ну, прям бери и ложкой ешь. Давайте посмотрим, что внутри. Там стоит заглушка пластиковая. Я не буду ее, пожалуй, открывать. Ну, чувствуется прям запах такой какао-пасты с горчинкой. Приятно. Следующий скраб я заказывала на Яндекс.Маркет. Это InNature или InNature, я уж не знаю, как правильно произнести. Натуральный скраб для тела, масло жжоба и черешня. С экстрактом черешни, вишни, черники и маслом жжоба. Ура! Наконец-то со второй попытки. У меня этот скраб есть. Я давно хотела попробовать, потому что предыдущая не увенчалась успехом. На Вайлдберрис вместо скраба мне прислали баттер. Ну, я, правда, его уже благополучно подарила. Да, теперь со второй попытки у меня данный скраб есть. Плюс еще обошелся он мне по весьма приятной цене. Всего 248 рублей. Это неплохо. Обычно 300-350 на Вайлдберрис. Ну, более добавить нечего, потому что здесь стоит наклеечка. Не хочу я его преждевременно вскрывать. Ну, и еще один скрабик я приобретала в подружке. В районе 100 рублей. Там плюс-минус копейками. Это Кафе Мими. Скраб для тела с кофе и корицей. Весом 120 грамм. Здесь затянуто все пленочкой. По аромату я вам ничего не скажу. Но текстуру, вижу, она довольно-таки плотная. Средства для интимной гигиены. Здесь у меня одно. Это снова лимитка от Фаберлик, посвященная Дню всех влюбленных. Стори до Амор. Розовый кварц. По консистенции, по аромату, это то же самое, что гель для душа. Ну, хотелось бы, конечно, верить, что разница есть. Потому что, по идее, средство для интимной гигиены должно быть более деликатным. А там не знаю. Ну и заканчивая такую мыльную тематику, средства по уходу за полостью рта. Очередную зубную пасту от Нуки, да, Фаберлик, я заказала. В данном случае это манго. Зафольгировано. Ну, вообще, пахнет мятой. Манго я не чувствую. Все зубные пасты, которые я пробовала, мне нравятся тем, что они хорошо распениваются, неплохо очищают зубную эмаль. То, что заявлено в плане вкуса, действительно, все соответствует. То есть, если там дыня, то дыня. Если грейпфрут, то грейпфрут. Но вот освежающий эффект очень слабый. То есть, по идее, сначала прям мята такая чувствуется неплохо. Но потом очень быстро этот освежающий эффект проходит. Буквально в считанные минуты. Вот такая зубная паста была приобретена мной в сети магазинов 7 дней. Это белорусский производитель. Модум. Хотя на первый взгляд похоже на корейскую зубную пасту. В прошлых покупках я вам показывала из этой серии ополаскиватель. Я, кстати, на него и клюнула, потому что думала, что он корейский. Но оказалось, что Беларусь. И чтобы был у меня такой комплект, вот в этот раз докупила по акции за 135 рублей зубную пасту. Значит, это японские травы. То ли кампа, то ли камра. Я не знаю уж как точно читать. Защита от кариеса и уход за полостью рта. Мультикомплекс. В составе пионы магнолия, которые защищают от бактерий. Лакрица и имбирь с противовоспалительным эффектом. Гинкобелоба, укрепляющие капилляры. И гидроксиапатит и фтор для профилактики кариеса. Давайте я вам покажу саму тубу. Вес пасты 100 грамм. Ну, симпатично так оформлено. Ну и еще одна зубная паста от Клац. Мой любимый Клац, который я фактически коллекционирую. У меня же такая неплохая коллекция собралась. Довольно интересные у них вкусы. И выпустили они целую плеяду новых зубных паст к новогодним праздникам. Насколько я помню. Правда и ценник заметно повысили. Раньше их можно было приобрести где-то в районе 150 рублей. Сейчас 200, а то и выше и не подходи. Поэтому я все как-то мялась, не заказывала. Все ждала. Ну, в общем, дождалась, что на Яндекс.Маркет встретила ее за 173 рубля. Думаю, ну за 173, ладно, возьму. И приобрела я корицу с мятой. Такая вот туба. Ну, красиво, что сказать. Что в оформлении, что в плане вкусов. Там, по-моему, глинтвейн какой-то вышел. И пунш фруктовый. И даже со вкусом энергетического напитка. Так что буду все-таки ждать, да, когда они сбросят немного ценник. Так, ну а я перехожу к уходу за телом. В подружке я приобрела дезодорант от LPK. Он шел по акции. Ну, где-то 130 рублей. Плюс-минус. Сейчас, если честно, не вспомню. Чек у меня не сохранился. Цветочный аромат. Там, по-моему, всего их было два вида. Гармония и свежесть. Ну, от самого распылителя пахнет приятно. На такой цветочный букетик. Затем целая плеяда крема для рук. Два крема от Faberlic из линейки Notes of Spring. Собственно, какие я взяла шампуни, такие я взяла и крема. Один с лотосом, другой с ланг-каланг. Тут они с заглушкой, но я так подозреваю, что отдушка будет один в один. А может, они комплектом шли по выгодной цене, сейчас уже не вспомню. Крем для рук от Oriflame. Опять же, Springtime Stroll. Лимитка. Очень нежная, легкая консистенция. Впрочем, как всегда, и мне понравился аромат. Это прям цветочный букет. С розоватым оттенком. Мне кажется, здесь и мимозы, и тюльпаны, и нарциссы. Прям такой действительно аромат на 8 марта. Прекрасно. И еще один крем-лимитка. Это Berry Mary. Уже выпущенный к Новому году. Не с первого раза мне удалось его приобрести. Он выпадал постоянно из наличия. Здесь довольно прозаично. Здесь ягодки. Такие кисленькие, но приятные ягодки. По консистенции то же самое. Ну и плюс вот такой набор. Кремы по 30 мл. В сумочном формате. Насколько я поняла, это Китай. Производитель. Не могу прочитать название. То ли Хорик, то ли Рорик. Представленные эти кремы на Вайлдбери стоят весьма бюджетно за такую упаковку. Более точно не скажу. Мне кажется, где-то 100 рублей плюс-минут. Но это подарок от моего сына. Что мне дорого и приятно. На 8 марта он мне сделал такой подарок. Значит, во-первых, здесь крем с ароматом лилии. Затем роза. Третий крем с черникой. Четвертый с авокадо. И пятый с молоком. Ну, давайте один возьмем, посмотрим поближе. Такой с авокадо. Ну, как-то он прям тяжело открывается. Ну, здесь стоит заглушечка фольгированная, поэтому даже не знаю, что ему сказать про него. Пока отложим. Как в использовании. Поставлю, пока будем скрывать. Так, ну и один крем для ног. Это снова Фаберлик. По-моему, такая бюджетная серия у них вышла. Пчелиный воск и Ментол. Восстановление и питание. Здесь стоит заглушка, поэтому, опять же, мне больше пока насчет этого крема сказать вам нечего. Ну, а я перехожу к уходу за лицом. Начнем, давайте, с пенки. Мэтт Би с содой и с глубикой, по-моему. Да, с экстрактом глубики и соды. Приобретала в подружке по акции где-то 130-140 рублей. Более точно вспомнить не могу. Давайте покажу в тубу. Сколько здесь миллилитров? 100, наверное. Да, 100 миллилитров. Вот такая она. Не буду ее открывать пока. Затем, в 7 днях, за 249 рублей, я приобрела водичку гиалуроновую от Либридерм с экстрактом голубой водоросли. Здесь 120 миллилитров. Цена, я сказала, 249 рублей. Ее можно использовать как тонизирующее средство сразу после очищения. Можно освежать лицо в течение дня. Летом, я думаю, пригодится. В Фаберлик я заказала на распродаже крем для шеи и декольте, омолаживающий из линеечки Эксперт скин-активатор. По-моему, у меня был такой же крем. Мне он понравился. Он с такой интересной системой дозирования. Так что, я решила пригодиться. Патчи. Мои патчи предыдущие закончились от Петит Фи. И мне они очень понравились. Поэтому я решила очередную коробочку взять опять же от Петит Фи. В этот раз это патчи с черным жемчугом и коллойным золотом. Как всегда, 60 штук. Гидрогелевые. Стоили они 614 рублей. Недорого. Но, судя по тому, как это упаковано, плюс вот эта защитная наклейка с Клиркодом внушает мне оптимизм, что они должны быть настоящими, не подделка. Потому что, конечно, Вайлберес грешит большим количеством подделок. Давайте их вместе вскроем, потому что я планирую их сразу поставить в использование. Ну что ж, по-моему, все замечательно. Лопаточка присутствует. Защитная заглушка была. Я ее сняла. Довольно большое количество сыворотки здесь. Ну и оптимальный размер патчей самих. Поэтому, на мой взгляд, подделки быть не должна. Орман такой приятный. Какой-то цветочный, что ли. Красота. Так, что дальше? А, да. Кстати, с подарок за покупку мне еще и резиночку положили. Что тоже радует. Потому что такие вещи всегда пригодятся. Да, еще я на Вайлбере заказала тейпы. Первый раз буду пробовать. Девчонки, если вы активными пользуетесь, напишите, как вам. Ну, я так посмотрела, потому что бывают зачастую аллергические реакции на них. Вроде бы немного отзывов по аллергии. Там посмотрим. Значит, обошлись они мне в 343 рубля. и выбрала я по 2,5 см, два матка по 5 метров розового цвета. Есть здесь инструкция по применению. Буду пробовать. И плюс еще видеоуроки, если сканировать QR-код. Пишут, что и мимические морщинки с ними уходят. В общем, так, буду пробовать. Ну, и масочки. Масочки тканевые. Одну из них я заказала в Фоберлик. Это Green Karma. Маска с маслом. Канапли. Вот эту маску, насколько я помню, приобретала в гипермаркете ОК. Если ничего не путаю, это Фудоголик с розой. А все остальные в Ашане. Ценник средний где-то 100. Всего 49 рублей. 50 будем считать даже средний. Во-первых, это Космиа. Маска с коллагеном и экстрактом Мальвы. Затем две маски от Део Прой с вином и черникой. И с красным женьшинем и травами. Маска от Дорис с черной икрой. Две маски Ви 07. Наверное, так. Не знаю, просто как точно прочитать. Значит, одна из них тонизирующая и увлажняющая с витамином С. А вторая с красным женьшинем увлажняющая и омолаживающая. Ну и две масочки от Жигот. Одна из них с картошкой. А вторая с коллагеном. Все то, что касалось масок и ухода за лицом в целом. Немножко декоративной косметики. Подружки я приобрела жидкость для снятия лака. Собственно, за ней заходила от Пинкап. В прошлый раз у меня было с зеленым яблочком. Мне она очень понравилась. Она не сушит ноктевую пластину. Она довольно деликатная. При этом хорошо и быстро снимает практически любой лак. В этот раз я взяла с дынькой. 110 миллилитров обошлись мне в 99 рублей. И на распродаже зацепила вот такой лачок от Пинкап от Пинкап. Малыш. Какой тут оттенок. Да, не важно, какой оттенок. 8 миллилитров, небольшой. Я люблю такие объемы, когда лак можно использовать практически. Донышко, когда берешь большие, они могут испортиться раньше времени. и 2 продукта от Фаберлик Глэм Тим Мэйкап. Во-первых, помада Soft Nude. Какой оттенок? 40 994. Давайте я вам покажу. Но свочить не буду, потому что еще не решила, оставлю себе или нет. Матовая, насколько я помню. Ну, такой красивый кофейный оттенок. И тушь. Черная. Глэм Тим. Мэйкап. Значит, это у нас Black Crystal Laser and Glow. Здесь стоят наклеечки с двух сторон, поэтому пока я их вскрывать не буду. Это все, что касалось в декоративке. А теперь перейдем к вам к заключительным ароматическим, а точнее сказать парфюмерным покупкам. Много-много всего. Я уже двигаюсь, но у меня такое ощущение, что ничего не умещается. Давайте начнем с аромата попроще. Это Тезори Дориэнта. Очередной флакончик в мою коллекцию. И в данном случае это Персидские мечты. Обошлись они мне в 550 рублей. Заказывала на Wildberries. Если обратиться к фракончике, 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 не верить, то многие отзываются так, что где-то этот аромат похож на Бакару, где-то этот аромат похож на кирке Тициана Терренци. Я не знаю, в чем правда, в чем соль, есть сходство или нет. Я не тестировала в оригинале ни один, ни другой. Но если это действительно правда и предположить, что так и есть, то скорее всего это не мои будут ароматы, так как персидские мечты на меня особо впечатление не произвели. К сожалению, причем с кожи он звучит приятнее. С кожи я довольно длительное время слышу сладкие красные цитрусы. И прям такой милый аромат кажется. Но вот в шлейфе он мне выдает бензин и душит и какая-то пудра и мне вообще после него хотелось проветрить помещение, когда я впервые его принесла домой. В общем, не знаю, нужно тестировать, нужно разнашивать. Однозначно это не весной и не летом. По моим ощущениям это прям ну очень слипательно. сейчас вдыхаю его. В общем, это третий аромат моего коллекции и вот из трех флакончиков я бы поставила его на последнее место. Не совсем мое. Затем я делала заказ на бьюти-депо. Вообще изначальной целью был один аромат, а второй скажем так я заказала под спутном. Это Вандербильд, Глория Вандербильд, туалетная водичка, 100 мл. Цена была по-моему 1200 рублей. Красивый флакончик с лебедем. Во-первых, могу сказать однозначно здесь присутствует довольно мощный налет винтажности. Второй момент очень много отзывов на тему, что аромат схож с красной Москвой Light от Новой Зари. Да, у меня этот аромат есть, можно сравнить. Вот я бы пока сказала так. Это красная Москва Light в такой сахарно- ванильной корочке. в сахарной корочке с примесью ваниль. Если более развернуто, пока не могу, потому что аромат необходимо разнашивать. Однозначно это не весной и не летом. Я буду ждать холодов. Тогда буду доставать уже и смотреть и более подробно надеюсь будет у меня в обзоре. Спрашивается что тогда заказывала весной. Ну вот так посмотрела ценник был гораздо ниже чем на других ресурсах. Я подумала а вдруг цена станет выше или вообще пропадет. Сейчас это довольно частое явление. Вот поэтому решила пока есть возможность надо приобрести. И второй аромат который был у меня в заказе это Анаис Анаис Кошарель версия Эль Ориджинал. 30 миллилитров туалетная водичка стоила на 1700 рублей. Ее я давно планировала заказать в свою коллекцию. Конечно это не винтажная версия это уже перевыпуск по моему 2014 года если ничего не путаю но однозначно он несет в себе ДНК ДНК винтажности это хорошо собранный приятный весенний цветочный букет в нем есть сочная зелень в нем есть ландыши возможно сирене нарциссы просто его сейчас с руки ощущаю на весну просто замечательно если вы любите конечно такие весенние цветочные букетики затем я приобрела аромат Литуаль приобретала его вслепую больше по отзывам плюс меня приятно впечатлил ценник это Этро Этро туалетная водичка итальянского производства так для сравнения значит данный аромат в объеме 100 мл не обошелся в 4800 рублей до этого я приобретала гелиотроп также от Этро за эту же цену но в объеме 50 мл поэтому я посчитала что цена весьма приятная надо брать кстати хорошо взяла сейчас он уже пропал из приложения Литуаль давайте покажу я его уже потестировала поносила для меня это имбирный напиток с дольками цитрусовых в частности лимон и специями на неплотной базе такой летящий прекрасно себя ведет в прохладном весеннем воздухе есть в нем тонизирующая составляющая знаете как-то он балансирует это состояние души приводит ее в гармонию также приводит в гармонию мысли и есть в нем определенно такой итальянский именно итальянский шик но это еще не все долго я собиралась с мыслями с финансами и на рандеву сделала заказ Дюна Диор туалетная водичка 100 миллилитров моя красавица как я давно ее хотела для меня это аромат крымских степей я чувствую здесь такой сухоцвет бессмертник тысячелистник такие подсушенные травы на солнце и цветы плюс такая солоноватая минеральность но при этом сухая практически пудровая знаете как будто не на берегу моря а уже воздух такой морской просушенный почему крым не знаю но ассоциация именно с ним обошлась она мне со всеми плюшками это и скидка от блогеров и тысячу бонусных баллов я скопила на счету в общем в 10 тысяч 200 рублей вот так ну это прям у меня наверное главная покупка за период который я очень очень рада но помимо дюны я заказала еще и серию пробников Александра Джи в общем увидела я эту водичку точнее даже не одну на канале у Оксаны плохих нигде не встречала в офлайн магазинах да и решила таким образом познакомиться выборочно 5 пробников взяла из топа по популярности на фрагрантике из первой десятки наверное так скажем значит во-первых это аромат сильвер амбре затем ирис виолет black masks что это morning masks и зафир уд ваниль по-моему самый популярный их аромат что могу сказать я уже по разочку то эти ароматы себе на руку нанесла и пока если честно пришла к выводу что это не мой бренд скорее всего ничего приобретать не буду но это такое первое впечатление да возможно из-за того что несколько ароматов к ряду тестировала возможно там еще с каким-то ароматом они соседствовали и поэтому впечатление не произвели конечно это нужно походить разносить и тогда уже будет более точный ответ на мой вопрос ну вот пока что-то не сложилось ну и в заключении мои подарочки довольно скромненькие от рандеву это два пробника значит один из них это тонер с лифтинг эффектом от The Skin House а второй это черная жемчужина кислородная пузырьковая маска все ну что ж это были все мои покупки всем огромное спасибо кто смотрел до конца и не знаю как вы я уже сама устала вот всем пока и до новых видео